И они тренируются 6 дней на тыдень, как досягнуть поспехов в великом спорте. Один и в Минской области секция мужчинской спортивной гимнастики. У Крупка хоректует будущих чемпионов. Ставка на самую маленькую группу, начинающим спортсменам 8-9 годов. На тренироваться побывала Антонина Станкевич. У одрузнения от Мастацкой гимнастицы в эту секцию принимают хлопчиков 6-7 годов. И уже месяц иначе тренировок спортсмены-початковцы демонструют недренную растяжку и гибкость. Процесс тренировок без боли не обыходится. Однако без пригожих и ровных шпагатов и мостиков у спортивной гимнастыцы не обыстися. Разминка, растяжка, а путем юной гимнасты переходит до тренировок на спортивных снарадах. Тут допомогают оволодать практикованиями на брусах, кольцах, турнику. А скачки и перевороты по ветру отпрацовывают на батутах. Смотрим программу, по которой нам нужно готовить ребят на соревнования. И учим элементы какие-то, потом связываем в комбинацию полностью. Особливая увага технице без пеки. С початку подрыхтовоча практиковании и только после можно приступать до работы на снарадах. Спортивная гимнастика – это как раз той вид спорта, где падению никак нельзя побегнуть. Но чтобы минимизировать их наступства, тренеры сделали усёк, посадка за усёды была мягкой. Секция спортивной гимнастики сегодня – ледь не самая популярная сирот хлопчиков в Крупках. Не только дели амбицийных планов приводят сюда дети, однако и для огульного развития. Только пришли в этом году, с октября месяца, мы уже получили третье место, у нас уже есть грамота. Я, конечно, горжусь, как мама, мне это приятно очень. А мама в тихаре мечтает об олимпийской медали? Конечно. Конечно, я мечтаю. Любая мама мечтает о таком. Спортсмены из Крупок – постоянные удельники областных и республиканских стартов, однако и они ведают с докладно. Если шмат тренироваться, то можно трапить и на сусветную арену. Антонина Станкевича, Александр Горбачо, Агентство «Теленовин».